Всем привет, меня зовут Надин Шмаффин, это игра, которая называется Slay the Princess. Она, к сожалению, на английском, но я думаю, что как-нибудь доразберемся. Чуть-чуть сделаем потише музончик, такой трогательный. В начале было написано куча предупреждений о том, что все ужасно, отвратительно, куча вспышек, ужасных изображений и так далее и тому подобное. А в конце было написано о том, что это любовная история. Посмотрим на эту любовную историю. Герои принцессы. Насколько я понимаю, эта игра, она как старый мультик. Эта игра по типу старого мультика. Погода была ужасная, а принцесса была прекрасная и наоборот. То есть очень много вариантов, очень много вариантов развития, что происходит и так далее и тому подобное. Рассказчик, ты по пути в лесах, и в конце этого пути стоит хижина. В подвале этой хижины сидит принцесса. Ты здесь, чтобы убить ее. Если ты этого не сделаешь, то наступит конец мира. Ничего себе! Ничего себе! Ну ничего себе ты тут это! Конец мира, о чем ты говоришь? Я говорю о конце мира всего. Всего, что ты видишь. Нет больше никаких птиц, деревьев. И, возможно, никаких людей. Наступит полный конец всего. А можно мне выключить звук, чтобы он вообще не говорил? А то мне немножечко... Мне не нравится слушать рассказчика и переводить одновременно. Я, может, просто это... Выключу звук. Ну как принцесса, запертая в подвале, может принести конец мира? Слушай, не вдавайся в подробности. Выполняй свою работу. Тебе просто нужно пойти и сделать это. Мы все будем очень признательны. У тебя есть какие-нибудь доказательства этого? Слушай, ты уже по пути в хижину. Почему ты стоишь тут и просто не можешь выполнить свое очень важное задание? Ты сделал это все. Ты зашел так далеко. Почему ты не можешь просто пойти и закончить свое приключение? Убийство принцессы звучит как-то не очень. Ты не думаешь? Разве? А как же монархизм? Почему убийство принцессы это хуже, чем убийство рыбака или мельника или еще какого-то обычного работника? По крайней мере, убийство принцессы гораздо лучше, чем убийство Семстресс. Не знаю, кто такой Семстресс. Вот этот чувак, он все еще более важный для общества. Ох ты мой, а что ж так много у тебя вариантов-то? Можешь объяснить, почему... Возможно, только единственная причина, которая... Что она может принести конец миру, это потому что она закрыта. Когда я принимал свои психические упражнения, мы сбегали против каких-то тикающих часов. Слушай, я тебе уверяю, принцесса заперта, потому что она опасная. А если бы она не была опасна, ее бы никто не запирал. И прежде чем ты решишь, что... Что трата времени здесь, спрашивая о том, чего я знаю... Давай посмотрим немножечко более прагматичнее на эту ситуацию. Если принцесса уйдет из своей хижины, то миру конец. И ничего не изменится. Я тут не спрашиваю тебя, типа, что первым было, курица или яйцо. Потому что... Первым было яйцо, и все, оно разрушило. Просто сделай свою работу и убей ее. Так. Слушай, я пойду в хижину и поговорю с ней. И если она плохая, то я тогда, возможно, ее убью. Но я тебе ничего не обещаю. У меня всегда есть выбор. Я встречусь и все решу с ней. Слушай, ну ты будь, короче, осторожен, потому что она... Она может тебя захватить в своей сети лжи. И чем больше ты слушаешь ее милые слова, тем сильнее тебе будут выбраться сложнее. И тогда каждый из нас будет проклят. Ну так-так-то да, иди поговори с ней. Возможно, все это изменит. Ой, я наконец-то куда-то пошла. Тебе остался короткий путь до хижины. Теперь ты найдешь там принцессу. Не хочешь идти, да? Она же принцесса. Обычно же спасают принцессу, не убивают их. Игнорируй его. Ну, типа вот эту мысль. Он не знает, о чем говорит. Зайти в хижину. Интерьер хижины был очень скромный. Воздух был пыльным. И все было покрыто пылью. Единственная мебель, которая здесь была, это деревянный стол. На столе было лезвие. Лезвие было... Ну, типа кинжал был очень важен. Он тебе нужен, если ты хочешь что-то сделать правильно. Взять нож, кинжал. Ты взял кинжал со стола? Было бы сложно убить принцессу и спрости мир без него. Войти в подвал. Дверь до подвала открылась. И лестница ввела в подвал, где горел свет. И открывал комнату внизу. Воздух чувствовался тяжелым. И словно прогнившим старым деревом. Если принцесса реально живет здесь, убить ее не будет проблем. Ее голос было слышно прямо на лестнице. Кто здесь? Она звучала опасно. Она была... Сидела внизу. Но не дай тебе... Но не дай ей тебя одурачить. Все это часть манипуляции. Я не буду с ней говорить. Я просто спущусь по лестнице. Хорошо. Ты все еще чувствуешь... Слушаешь по какой-то причине. Ты спустился вниз по лестнице и остановился взгляд на принцессе. Тяжелая цепь была замотана вокруг ее запястья. И прибита к стене. Она была по-холодному прекрасна. И она реально может уничтожить весь мир? Сфокусируйся на задании в руке. И вот ты здесь. Ты здесь, чтобы убить меня? Или что-то такое? Да, я здесь, чтобы тебя убить. Это не очень хорошая идея. Брось нож и, возможно, мы двое сможем поговорить. Она права. Мы не должны. Мы должны бросить кинжал. Не поддавайся. Все нормально. Мы должны решить, что мы будем делать после того, как с ней поговорим. Возможно, она действительно монстр. Но убив кого-то в хладнокровии, мы не очень-то будем молодцы. Не-не-не, я не собираюсь ничего не бросать. Ты игнорируешь желание разжать руку и сильнее сжимаешь свой кинжал. Бедняжка, твои руки дресутся. Ты боишься меня? Потому что должен быть. Ты идешь шаг назад, сжимаешь кинжал и чувствуешь лезвие. О, не говорим, да? Ладненько. Как ты вообще можешь... Как ты вообще мог подумать, что ты можешь убить меня? Я тут... Прикована в подвале по какой-то причине, правильно? И если нож... Единственное оружие, которое у тебя есть, то... Тебе придется подойти поближе, чтобы его использовать. Тебе следует его просто бросить. Не рискуй... А, лучше, чем не рисковать, найти, что я... Лучше не рисковать, чтобы узнать, что я могу сделать. Так, ты в растерянности будет слишком поздно. Закончи это. А нельзя ее просто мочкануть? Я не буду бросать оружие. Тогда я не буду с тобой говорить. Вот, убить принцессу. Это моя рука? Нифига, у меня маникюр. Подожди, а точно монстр... Она, а не я? Сомнение, к несчастью, затуманило твои мысли, и ты побежал прямо к ней. В момент замешательства она отошла назад, ну, типа, сделала шаг в сторону. И... Что-то, видимо, ударило в челюсть. Ощущалось, словно тебя ударили молотом. Ты можешь чувствовать кости... Кость за костью. Пока твоя челюсть ходит к оденам. Блин, как же больно. Она не безоружна. Шок от ее первого удара был достаточно, чтобы сбить тебя с ног. И она стояла, там, не знаю, в шаге от тебя. Едет у нас драка. Поколение. Твое... Твой кинжал... Ты взмахивался кинжалом в воздухе снова и снова. И ее первый контакт с твоим телом был много-много раз. И каждый удар был таким же тяжелым, как и первый слом костей. Мы можем продолжать это все. Закончить. Ты и принцесса тарачите друг на друга. Тяжело дышите. Ты не должен оставлять ее живой. Но... Ты должен быть уверен, что она не убьет тебя первой, наверное. Извините. Ты думаешь, что... Я хотел бы, чтобы это случилось. Я даю тебе факты ситуации. Честно говоря, это чудо, что ты все еще здесь стоишь на ногах. Ты чувствуешь о том, как тебе там плохо твоим органам внутри? Если принцесса не будет нашим другом, то, в конце концов, кровотечение закончит эту работу. А, нет, смотри-ка, он попал. Два. Короче, последний рывок. Ты чувствуешь, как твои кости ломаются. Через боль, через ужас ты всаживаешь кинжал принцессе в сердце. О! Вы двое падаете на пол. А это было весело. Принцесса дышит, ее голос и нездоровое дыхание кряхтения в ее легких заканчиваются кровью. Ты дерешься лучше, чем я ожидала. Но я удивлена. Ты реально думаешь, что это конец? Но у тебя нет времени беспокоиться о таких вещах. Становится темно, и ты умираешь. А что? Глава 2, адверсария. Так, все заново. Тебе нужно убить принцессу, которая сидит в подвале. У меня ощущение, что у меня дежавю. Ужасное чувство дежавю. Нет, у тебя нет ничего такого. Мы в первый раз здесь. Если он не вспомнит, что случилось, возможно... Если он не помнит, что произошло, тогда, возможно, реально просто мне привиделось. Ты же знаешь, что я могу тебя слышать? Тебе тяжелее, чем ты думаешь, хранить от меня секреты. Нормально, все нормально. Не имеет значения, если ты можешь нас слышать. Единственная вещь, которая имеет значение, это пойти в хижину выиграть. Вот это настрой. Надо просто подняться по холму. Ну, пойдем. А, если можно просто развернуться и уйти? Мы не можем просто уйти. Мы должны с ней сразиться. Что ты делаешь? Серьезно? Ты просто развернешься и уйдешь? Ты даже не знаешь, куда мы... Где мы вообще? Куда мы идем? Не, я хочу развернуться и уйти. А, свалить. Ладно. Ну, ты все еще продолжаешь свой путь к этой хижине. До какого черта? Странно. Выглядело словно путь. Ты, короче, пытался развернуться и уйти, а в итоге вернулся все равно на ту же тропу и вернулся к хижине. Возможно, мир после этого будет спасен. Ну-ка, еще раз попробовать свалить. Разве ты не реально тратишь свое время? Если ты не сделаешь свою работу, все умрут. Ну, типа, реально умрут навсегда. Блин, ну ладно. Шляйся там дальше по лесу. Что-то не так. Ты все еще слышишь меня? Какой-то ветер издалека и хижина снова становится расплывчатой. Что происходит? Я сказал тебе, что ты не должен уходить. Я тебе говорил. Но ты же меня... Но ты меня слышал? Нет. Меня какие-то волосы убили. Мир превратился в одно сплошное ничто. Стало тихо. Звук множества звуков. Пульс становился все громче и все ближе. Тебя окружило множество рук, и ты больше не один. Пальцы разрывали тебя до твоей души. Фрустрация. Этот сосуд полон тебя. Мне нужно что-то пустое, чтобы я могла туда положить. Ну, типа, переложить. Нужно что-то формы вроде меня. Объять свои мысли. Что там? У тебя есть история, которую нужно закончить. Есть только один путь уйти из этого места. Нет, ты не можешь вернуться назад. Не сейчас. Это там эти стадии принятия того, что придется через это пройти. Мир сломан. Нужно починить его. Мы должны сделать что-то новое. Я единственное твое спасение. Ой, прям все заново. Так, ладно. Давайте просто пройдем к хижине и попробуем поговорить с принцессой. Давай, все. Пойдем. Просто войти. Привет. Есть кто? Я здесь, чтобы спасти тебя. Как много раз я говорил тебе, как опасно говорить что-то подобное и что это может плохо закончиться. Что, серьезно? Ты здесь, чтобы освободить меня? Я начала думать, что я здесь заперта навечно. Спускайся. Я хочу увидеть лицо моего спасителя. Так. Красиво. Привет. Я не могу поверить, что ты здесь. Я так ждала кого-нибудь, кто придет и спасет меня. Ощущение было, словно прошла вечность. Я надеюсь, ты взял что-нибудь, чтобы сорвать эти цепи. Не делай этого. Если она снимет свои цепи, ты будешь на шаг ближе к концу. К концу света. Посмотрим, что я могу сделать и изучить цепи. Только ты можешь сделать это более сложным. Спасибо, спасибо. Ты делаешь большую ошибку. Нет, я делаю очень правильную вещь. Ты... Видимо, трогаешь цепи и смотришь то, что ее цепи прикреплены к стене. Они большие, тяжелые. Их сломать будет не так просто. Я так понимаю, что у тебя нет ключа. Возможно, есть что-нибудь наверху? Сомневаюсь. Когда запирают принцессу в подвале, наверное, все надеются на то, что она никогда не увидит света дня. И, скорее всего, они не оставили ключа от ее наручников где-то в хижине. И так, что делать? Есть идеи? Может быть, как-то можно сломать цепи? Или, если это не работает, и мы могли бы просто меня порезать и подрезать ей руку? Она предлагает не сильно приятные решения, но тем не менее. Если мы застрянем здесь надолго, я... Я уверен, что я найду какой-нибудь путь получше, чем отрезать тебе руку. Ты поднимаешься из подвала, но дверь заперта. Ты слышишь, как замок запирается где-то вместе. Здесь есть кто-то еще? Ну-ка, попробовать дверь. Закрыто. Не знаю, вернуться на лестницу. Ты возвращаешься, спускаешься вниз по лестнице. Был бы проще, если бы у тебя был нож, который ты не взял. И легче для кого? Легче для всех. Посмотри, что за беспорядок ты устроил. Я слышала, как дверь заперли. Они тебя тут тоже заперли со мной, да? Ты слышишь нарастающую панику в голосе принцессы. Если бы я могла снять эти цепи, я знаю, мы могли бы силой ее выбить вдвоем. Оу-оу-оу! Ни хрена себе! Вот это ты молодец! А что ты раньше так не делала? То есть ты сидела, ждала меня, ждала, а потом, а как кость? А кость-то куда мы? Как мы тебя кость ломаем? Как мы тебя кость переломаем? Она начала есть свою руку, разрывать зубами плоть, словно обезумевший волк. Она отрывала плоть от кости, что какой-то звук металла упавшего. А, во! Это кинжал с лестницы. Ты не уверен, как как его использовать? Время ударить. Или мы могли бы использовать ее, чтобы освободить? Тебе не нравится то, что произойдет, если ты сделаешь это? Спасти принцессу. Ладно. Я тебе помогу, я помогу тебе отпилить тебе руку, не переживай. против твоего лучшего суда ты начал, короче, рубить ей руку, пока она смотрела на тебя. Ты резал ее плоть. О, веселуха. Лез... Ой. Кинжал был очень острым, так что мы легко отделили ее кость от руки. Ее конечность упала на пол, и тяжелые цепи последовали за ней. Все, она свободная, довольная, без руки. Она мило улыбалась вместе со своей кровавой улыбкой. Как она может улыбаться после этого всего? Она не должна быть, я не знаю, напугана, смущена после того, что случилось. Спасибо. Теперь давай выберемся отсюда. Давай бить эту дверь. ты не можешь просто так выйти в мир. Нет, ты просто не можешь дать ей выйти в мир. Что? Почему? Пока принцесса поднималась по лестнице, ты достал кинжал. Подожди, это же нечестно. Ты не можешь так сделать. Смотри на меня. Что ты делаешь? А в смысле слэйзи принцесс? Сплошные слэйзи принцесс ничего себе нет. Прекрати. Кто-то заставил тебя сделать это, разве не так? Ты знаешь, что ты не должен это делать, правильно? Твое тело тяжело дышало, занес нож, готовый садить его прямо в ее сердце. Но принцесса увернулась, прижалась к стене, чтобы увернуться от кинжала. Прекрати, прекрати пытаться меня убить. Я пытаюсь оставить тебя в живых. Блин, резист. Сопротивляться, сопротивляться. Сопротивляться на оратору, рассказчику. Кинжал, двигай кинжалом. Твое тело застыло в сопротивлении. Принцесса все еще отступала назад. Мы оба знаем, что это не ты. Она нервными движениями забрала у тебя кинжал из рук. Что ты делаешь? Извини. Я пытаюсь быть быстрой. Ой, она что, себя замочила? Она вонзила в свою грудь. Кинжал, это была агония, зато ты не мертвый. Ой, прости. Будь сильным. Мы должны что-то уйти, если все будет готово для ее безопасности ради нее. Для нее? Ты тут не умираешь ужасной смертью в какой-то героической позе. Вы двое только что прокляли все. Обреч обрекли всех. страх. Ладно, она вставляет себе кинжал в грудь снова и снова и снова и ты чувствуешь каждый миллиметр ее горящей боли, которая вонзается в ее тело. Извини, извини, извини. А, она в меня тычет. Она меня зарезала, ахана сучка. Она разве не знает, как использовать нож, разве нет? Да, не очень. Если бы она правильно его использовала, я бы давно уже был мертв. А так я получаю кучу ран и все никак не дохну. Прости. Ты валяешься на полу и стекаешь кровью, организируешь и тебе хреново просто капец. Мы не можем просто все это закончить так, да? Вы двое сделали свой выбор, все кончено. Все становится темным, и ты умираешь. Дамзель. Так, ну ладно, я пока закончу на этом. Немножечко сложно все-таки переводить. Но в целом игра довольно интересная. Мне интересно посмотреть, какие там еще есть варианты, чем все будет заканчиваться. увижу ли я вообще конец мира или как-то в мире с принцессой уйти. Не знаю. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставь лайк, ставь лайк, комментарий. Всем спасибо, всем пока.